Мы ждем, скоро, видимо, будет возможность включить трансляцию с Сергеем Викторовичем Лавровым. Пока же у нас на связи наш коллега, журналист из Израиля Ник Калехин, одноименный телеграм-канал. Ник, рад приветствовать. Здравствуйте. Ну, прежде всего, что сейчас в Израиле? Потому что я видел новости, что вроде как принято решение затопить хамасовские тоннели. Да, в Израиле все еще думают, как можно уничтожить подземный город террористов в секторе Газа. И вот одна из идей это затоплять. Ну, плюс еще есть у Израиля, вот мне так в армии рассказали, специальные взрывчатки, которые, как вода, тоже их выстреливают из таких же шлангов. И они очень далеко, можно так выстрелить этой жидкостью, и она в конце взрывается. И вот так тоже взрывают, подрывают туннели. Но из-за того, что мы видим с камеры солдат, когда они уже спускаются вниз, или там специальные роботы, эти туннели, они очень длинные. И в них есть очень много поворотов, лево-право, они там перекрываются. И из-за этого, если они спустятся внутрь и тщательно там все заминировать, конечно, нельзя будет взорвать все. То, что взрывает, это в основном начало туннелей. И поэтому никто по правде не знает, насколько там все перерыто, и какое шикарное метро настоящее могли там террористы построить, вместо того, чтобы подземный город с оружием там делать. Поэтому у Израиля единственный вариант, как мы уже рассказывали, это только взять под контроль весь сектор газа полностью. И вот там за несколько месяцев, полгода, а может быть даже еще немножко больше, спуститься во все эти туннели, и осторожно все там проверить, и потом все уничтожить. А вот этого времени у Израиля нет. Вчера президент Америки уже так высказывался, что у Израиля, скорее всего, времени не так много, и плюс международная поддержка уже не такая сильно, она ослабеет. И плюс еще Байден посоветовал Натаньягу, израильскому премьер-министру, поменять его правительство, из-за того, что правительство с фанатиками, это, конечно, очень плохо для Израиля и очень плохо для международного имиджа Израиля. И вот эти фанатики, которые вообще спасли Натаньягу в последний раз, за счет него у него есть правительство, они не хотят там никакого перемирия, они не хотят ничего, они просто хотят вот этой войны с арабами, с исламами до конца, с палестинцами. Пока что кто-то там всю святую землю Израиля не захватит. И у них там вообще компромиссов нету, ни на западном берегу реки Иордан, ни в секторе Газа. У них там замашки намного больше, они идут 4000 лет назад по Старому Завету, они верят, что всю эту землю и часть Иордании, Египта, и, может быть, они там даже доходят еще дальше. Вот все это Бог дал еврейскому народу. И, к сожалению, они, меньшинство в Израиле, там, может быть, 10% совокупно примерно верят в это. А все другие 90% нормальных людей, они вот заложники вот этого миссионизма. И поэтому вот такая ситуация, что еще непонятно, чем закончится, но мне не кажется, что Израиль в конце вот сможет полностью уничтожить Хамас. Конечно, в конце Израиль скажет, что он победил, но также и Хамас скажет то же самое, и все продолжится, как мне кажется, и в будущем. Ник, я знаю, что вы взяли интервью у спасенного из плена Хамаса. Давайте мы его сейчас посмотрим и потом обсудим. Вот я планшет запущу. Намного лучше. Когда он вернулся, он был немного слаб, тяжело было спать. Он был уставший, он сбросил много вес. Вернулся, все как бы тихо, начал уже спать нормально, более-менее кушать. Начал ходить. Вначале было тяжело ходить долго. Потому что многие начинают гулять, потому что он не выигрывался там вообще 50 дней почти. Все благодарны, что Россия помогла вытащить его. Это было большое дело, что он вышел, единственный мужчина. Как бы и для этого мы очень рады. И как бы все равно нам еще тяжело быть прямо счастливы, потому что остальные еще люди находятся внутри. И пока все не выйдут, мы не будем как бы прописывать все. Хотел бы, конечно, чтобы всю Россию, нашему государству и международному государству, чтобы помогли вытащить их. Они мирные жители. Ведь быть в плену это незаконно. И они должны оттуда выйти. Такое должно быть. Это нелегко там, очень тяжелее. И что они должны делать то, что они могут, чтобы вытащить их. Потому что как время идет, так и становится им тяжелее. Если моему брату было тяжело 50 дней там, даже не могу подумать, что будет другими, кто они будут уже с окрами. Уже два месяца, 60 и больше. Так нельзя терять ни одну минуту. Так можно быстрее сделать что-то, сойдет оттуда и вытащить. Ник, что еще рассказывал спасенный из плена? Потому что я так понимаю, что это некое такое summary, выдержка. Наверняка беседа у вас длилась значительно дольше. Да, вот вообще-то Арон Кривой, единственный пленный Хамаса, которого спасла Россия с помощью ее связей. И кроме него еще были семья Труфановы. Но за них там потом спорный вопрос, если Израиль расплатился на следующий день еще двумя заложниками. Но вот он был спасен, и ему неудобно. Вот его брат мне рассказал, что Рону Кривому ему неудобно, вот что женщины вышли, и еще остались там, и еще там дети остались, и старики. А вот он единственный мужчина, кого освободили. Но, конечно, он рад, что он освобожден. Он в плену все время говорил террористам, что он россиянин, что он русский. И вот так тоже пытался, чтобы это ему как-то помогло там. Потому что он знал, что лучше так говорить, чем говорить то, что он израилетян. В Израиле есть почти 2 миллиона людей, которые приехали из Советского Союза. Большинство с Россией. Вот он уже предок вот этих людей. Он сам родился в Израиле. Но его семья, его мама, они из Санкт-Петербурга. И ему сделали паспорт русский. Вот так у него двойное гражданство. И его семья тоже. Они все очень благодарны и рады, что Россия помогла. И просят, чтобы, если могла Россия помочь еще другим пленным, даже не только русским, предкам Холокоста и вообще всем другим. Они тоже будут очень рады. Надеюсь, что на политическом уровне тоже Израиль будет больше просить помощи. И еще он рассказал, что вот в плену он единственный человек, который на 4 дня смог убежать из плена. Попала ракета. Вот Израиль же бомбит газу. Одна из ракет попала, где Рона держали в плену в газе. И за счет того, что здание рухнуло, он как-то смог убежать. 4 дня прятался, пытался вернуться в Израиль. Это же место маленькое, там, может быть, несколько километров всего лишь до Израиля. Но в конце его поймали местные люди и сдали его обратно хамасникам. И опять он попал в плен. Но вот эти 4 дня, это, конечно, очень большая драма. И вот он такой, ну, сильный, как его брат говорит, мужчина. Поэтому так получилось у него убежать. И потом, как он вернулся, в первые дни ему было очень трудно. Почти не мог вообще ходить. И очень много веса потерял. И вообще в такой сложной ситуации был из-за того, что в плену там тяжелое, конечно, очень положение тяжелое. Там почти нет еды, нет нормального воздуха даже. О медикаментах вообще нечего говорить. И поэтому вот в Израиле, когда слышат его историю и другие истории пленных, которые вернулись, понимают, насколько каждая минута важна для этих заложников. И еще они не понимают, почему Красный Крест вообще даже не хочет брать им медикаменты. И даже навести просто вот этих пленных до сих пор не соглашаются. И вот в Израиле очень этому непонятно. Они пытаются надавить на Красный Крест, чтобы тоже помогли. Ник, а сколько всего заложников осталось у КамАЗа? Да. Потому что у всех какие-то разные цифры. Я не понимаю, как это может быть. Ну вот были в последние несколько дней данные, что это 138. А вчера армия разгласила, что двое из них, они погибшие, их пытались спасти, войска израильской армии. И вот в конце только обнаружили их тела. Непонятно до конца, если они погибли во время вот этой спасательной операции или уже до этого они были мертвы. Вообще в армии в Израиле не очень разглашают все эти данные. Может быть из-за того, что они и не знают до конца, и плюс не хотят, чтобы у семей были всякие надежды, или там вот их дергать слишком много. И плюс тут еще какая-то психологическая игра с Хамасом, конечно, вот тоже показать, что мы знаем, что мы не знаем. Может быть, вот там есть тоже такие соображения. Поэтому на 100% никто не понимает, кто там еще в плену. Но вот примерные цифры — это 136 на данный момент. И еще есть двое детей, которые стали очень известны. И вот Хамас сообщил буквально неделю-две назад, что они были убиты в израильской бомбежке. Их там где-то в Газии они были. И случайно израильская армия их убила. Но в Израиле в это не верят и считают, что до сих пор вот эти двое ребенка, они тоже пленные. И их матерь тоже. Поэтому мы не узнаем до того, как все закончится. Конечно, сколько точно этих пленных есть. Но понятно одно, что эти люди никак не причастны к этому конфликту. Они просто были дома на музыкальном фестивале, их похитили. И поэтому их надо вернуть. Вообще непонятно, какую роль они тут играют в этом военном конфликте. Но Хамас пытается всех превратить в солдат. Вот это его такая пропаганда, сказать, что в Израиле... Ну, любой человек с 18 лет потенциально до 60 может быть в армии. Или резервист, или там когда-то служил. И вот так им намного для их имиджа лучше представить всех как военных и попросить больше денег. И не больше денег, а больше выгод для себя за них. Там заложников, перемирия и так далее. Потому что солдат ценится больше, чем обычный гражданский человек. Ник, к разговору, когда все закончится. Край виден вообще этому? Потому что с каждым днем я понимаю, что 6 месяцев это уже, наверное, не потолок. И, может быть, действительно правы были изначально те, которые говорили о том, что кризис в секторе газа это минимум год. Ну, потому что уже 2 месяца прошагали. Пошли на третий месяц. Да. Все больше и больше говорят о том, что вот такая первая стадия войны, как ее называют, более масштабная, агрессивная, с бомбежками с воздуха и вот с масштабным вторжением в газу, она может продлиться еще несколько недель максимум. Потому что уже не будет у Израиля международной поддержки вообще. И Израиль уже понимает, что надо доходить до завершения первой стадии. А вот вторая стадия уже будет такая флюидная, непонятная, что вот Израиль будет контролировать газу, но, скорее всего, не полностью. А какую-то ее часть будет продолжать делать специальные операции там со спецназом, пытаться уничтожить инфраструктуру, уничтожить боевиков, террористов и так далее. Но это не будет, скорее всего, полная оккупация газа, потому что вот Израилю просто международное сообщество не даст этого сделать. И Америка тоже не поддержит. А Израиль, скорее всего, сам на это не пойдет. Поэтому, ну, это будет вот еще одна стадия конфликта, который ведется между Израилем и арабами уже с первого дня Израиля. Это вот все... Я бы не сказал, что вообще когда-то этот конфликт заканчивался. У него просто очень много разных стадий. Ник, ну это какая-то такая странная история тогда получается. А какая разница Израилю на поддержку или не поддержку международного сообщества, если правительство Израиля еще в октябре сказало, что для них это принципиальный вопрос? А почему теперь после этого всего надо оглядываться назад и кто там чего когда сказал? То, что Израиль понимает, ну, премьер-министр и правительство знают, что без поддержки Америки, вот сейчас они послали огромное количество военной поддержки, боеприпасов. И это без поддержки Конгресса вообще Америки, это просто напрямую Пентагон, правительство посылает Израилю. И вот без этой поддержки понятно, что Израиль не сможет много выжить тут на Ближнем Востоке в таком тяжелом месте. И поэтому они не могут перегинать палку с Америкой в первую очередь. И вот эти сигналы, они не идут через прессу, они вот идут в закрытых разговорах. И там уже Израиль понимает примерно, насколько он может заигрываться. И есть какой-то предел, на что Израиль может пойти. Но с другой стороны, вначале надо было Израиль очень сильно успокоить свою внутреннюю публику, потому что люди были в большом шоке после 7 октября, и их надо было как-то успокоить. И поэтому вот были такие заявления, и пошли на такую масштабную войну с газой. Но вот со временем уже жизнь возвращается, люди забывают. Сейчас главная тема — это уже вернуть заложников. Это уже становится всё более и более важная тема для большинства израильтян. Все уже почти понимают, что вернуть всех заложников, скорее всего, надо будет заключить мирный договор какой-то. И там, скорее всего, палестинская автономия возьмёт контроль над газой, над деньгами, которые придут, чтобы потом там всё восстановить. И уже заявили вчера Саудовская Аравия и Катар, насколько я понимаю, и Эмираты, что они будут давать деньги на восстановление газа только если Израиль согласится на решение на две страны. Одна для Израиля, одна для палестинцев. Вот только если такое решение примет Израиль, что они согласны на то, что у палестинцев тоже будет своё государство, тогда они помогут восстановить газу. И вот палестинская автономия, скорее всего, возьмёт контроль над газой. И вот всё идёт вот к такому в конце урагуированию, вот в конце, в следующем году, в ближайшие месяца, полгода, скорее всего, будет какой-то такой договор. Вот это скоро будет. Я, честно говоря, Никол, это не очень верю. Ну, просто сколько лет этой резолюции ООН про два государства? И, извините, ВОЗ и ныне там. Поэтому у меня большие сомнения в возможности реализации такого плана. Хотя очень бы хотелось, чтобы мир был, чтобы не гибли люди. Но просто практика показывает, что можно мечтать о чём угодно, а реальность будет вот такая. Ник, спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир. Ник Калёхин, коллега наш из Израиля, журналист, одноимённый телеграм-канал. Друзья, обязательно подписывайтесь, кому интересно то, что происходит на Ближнем Востоке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!